Здравствуйте, дорогие друзья! Вам нужна жизненная энергия? Много энергии? У тебя постоянная усталость, лень, депрессия, твой маршрут, дом, работа, телевизор. И ты следуешь таким простым советам. Устал? Залей в себя кофе. Лень работать? Запихни сникерс. Не можешь расслабиться, бухни, стресс, покури, опустоши холодильник. Простые решения, все их обожают. Жаль только, что через 2-3 месяца ты превратишься в овощ, в безжизненное бревно, лежишь на диване, в депрессии, в апатии, сил нет. Но ты не одинок, таких миллионы. Целая нация уставших людей. У современного человека все есть. Для работы есть компьютер, интернет, автомобиль. Для занятий спортом есть беговая дорожка во дворе, складной тренажер под диваном и годовой абонемент в фитнес-центр. Для семейного счастья есть жена или муж, ребенок, квартира, дача. Все есть. Мы все знаем, что надо делать зарядку по утрам, что надо меньше смотреть телевизор и больше читать книг, что надо улыбаться дочке или сыну, дарить приятные безделушки всем, кому хочется. Все знаем. Но мы ни хрена не делаем. Нет, я вру. По традиции, один раз в год человек пытается измениться. Он покупает новые кроссовки, встает в 6 утра, принимает ледяной душ и идет на стадион. Этого энтузиазма обычно хватает на 2-5 дней. Но ничего, через 363 дня еще раз попробую. Проблема не в силе воли. Нам не хватает энергии. Существует 4 вида энергии. И не имеет значения, веришь ты в это или нет. Физическая энергия. Подробный план, тайм-менеджмент, крупные премии. Все это здорово мотивирует к работе. Но все это не важно, если вы не спали двое суток. Или вы пьяны в стельку. Или у вас сильная головная боль. Если у вас проблема с физической энергией, все остальное не важно. Вы обречены на провал. Эмоциональная энергия. Та же ситуация. У вас все есть. Вы выспались. Вы отлично себя чувствуете. У вас ничего не болит. Но вы только что жутко поругались. С лучшим другом или подругой. Чуть не до драки. Вы кипите. Вас долбит адреналин. Сможете ли вы работать? Ну, урывками. По схеме. Одну минуту работаю, 10 минут думаю о ссоре. Или возьмите наоборот. Обратную ситуацию. Например, вам только что позвонил начальник. И тепло похвалил вашу работу. Это же совсем другое дело. Работа начинает спориться. Руки сами летят по клавиатуре. Ну, или чем вы там зарабатываете на жизнь? Удовольствие, вызов, приключения. Они восстанавливают нашу эмоциональную энергию. Злость, обида, раздражение. Забирают ее. Умственная энергия. Это способность концентрироваться. Креативность. Тайм-менеджмент. И планирование. Проблемы с умственной энергией? Ну, работать можно, но кое-как. Шахматы, книги, занятия музыкой, рисование, медитации. Нужно использовать вместо отупляющей работы, компьютерных стрелялок и просиживания в социальных сетях. Духовная энергия. Зачем вы живете? Зачем вы работаете на этой работе? Куда вас приведет то, что вы делаете сейчас? Мало кто думает об этом. Люди могут годами крутиться, как белка в колесе, совсем не задумываясь об этом. Работать можно, добиваться великих результатов таким образом невозможно. Как пополнить? Ставьте большие цели. Займитесь благотворительностью, другими добрыми и нужными делами. Не перегибайте планку. Включите периоды отдыха в ваш распорядок дня. Энергетические бицепсы можно накачать. Вы же в курсе, что большие бицепсы – это не только тренировки, но и полноценный отдых. Мышцам нужно время на восстановление. Зато после него они становятся больше и выносливее. Так же работают и наши склады энергии. Если чередовать работу и восстановление, если плавно увеличивать нагрузку, они начнут расти. Все мы встречали таких людей, жизнерадостных, целеустремленных, заражающих своей энергией других. И при этом продуктивных. Кто они? Как они этого достигли? Это как раз люди с большими энергетическими банками. Итак, с чего начать? Начать с осведомленности. Выберите для себя то, что ближе вам по духу. Рейки, джунь-юань цигун, йогу или другие школы. Любые практики. На ваш выбор. Оставляю ссылку под видео для глубокого и серьезного изучения практик эксперт-оператор сложных систем. А сейчас спешу познакомить вас с простыми правилами и упражнениями оздоровительной системы Кацудзо-Ниши. Эти упражнения описаны как обычные физические упражнения, но на самом деле в них заложен огромный энергетический потенциал. Ежедневно, используя советы японского классика, вы сможете избавиться от болезней, очистить тело от шлака, восстановить душевную и физическую гармонию. Система проста и не имеет возрастных ограничений. Человек – это часть природы. Он созданный, существует по ее законам. Человеческий организм – единая целостная система, в которой взаимодействует все – и тело, и мысли, и душа, и образ жизни. В человеческом организме заложены от природы принципы гармонии. Абсолютно в каждом человеке заложена мощная целительная сила. И каждый человек, если хочет, может начать свою восстанавливающую и исцеляющую работу внутри организма с помощью любых практик. Я же предлагаю цигун-терапию. Вы можете подробно почитать книгу, пройдя по вот этой ссылке. А сейчас я кратко покажу вам суть этих упражнений и правил. Кацудзо Ниши оставил нам несколько простых правил. Если их выполнять каждый день, по 2-4 минуты, можно иметь огромные результаты. Итак, правило первое. Лучше спать на твердой постели. В течение дня каждый из нас выполняет какую-то работу. Эта работа влияет на состояние нашего позвоночника. Могут образовываться некоторые подвывихи от нагрузки на позвоночник. И это все исправит твердая постель. Правило второе. Твердая подушка-валик. Вы лежите ровно и помещаете шею на подушке так, чтобы третий, четвертый шейные позвонки буквально покоились на ней. Итак, твердая подушка заменяет стимуляцию рефлекторных центров носовой полости, вылечивая любое воспаление носовой перегородки. Благотворно влияет и на шейный отдел позвоночника. Подгоняя позвонки друг к другу, стимулирует мозговое кровообращение и таким образом предотвращает развитие атеросклероза. Правило третье. Это упражнение подтягивания. Правило четвертое. Упражнение «Золотая рыбка». Правило пять. Упражнение «Вибрация». Правило шесть. Упражнение «Смыкание стоп и ладоней». Этих четырех упражнений будет достаточно, чтобы восстановить свою жизненную энергию. Любой человек, независимо от возраста и состояния здоровья, сможет гармонизировать свою ци, выполняя эти упражнения даже лёжа в постели. Сейчас предлагаю вам посмотреть, как правильно делать гимнастику ниши. Первое упражнение «Потягивание». Выполняется оно на жесткой поверхности. Подушка «Валик» лежит под третьим и четвертым шейным позвонком. Ноги прямые. Руки подняты за голову, как продолжение тела. Пяточки тянутся от вас. Носочки на вас. Начинаете с любой ноги. Например, с правой. Пяточка правой ноги тянется от вас. И руки тянутся вверх. То есть вы растягиваете своё тело. Следующий этап. Левая нога. Левая пяточка тянется от вас. Руки тянутся вверх. Таким образом, шейные позвонки становятся на место. И все ущемления, все подвывихи выправляются. Следующее упражнение называется «Золотая рыбка». Исходное положение. Вы лежите на жесткой поверхности. Носки тянутся на вас. А ладошки вы слаживаете одна в другую. И вместо подушки-валика ладошки ложите под четвертый и третий шейные позвонки. И начинаете вибрации. Вибрации ногами и головой. Если у вас с первого раза не получаются такие вибрации, вы можете одновременно поворачивать стопы, например, влево, и голова поворачивается влево одновременно. Стопы вправо, голова поворачивается вправо. И постепенно вы научите свое тело вибрировать. Следующее упражнение называется «Вибрации». Исходное положение лежа на жесткой поверхности. Жесткая подушка-валик лежит у вас под шеей на уровне третьего, четвертого шейного позвонка. Вы сгибаете ноги, прижимаете их к животу, поднимаете их вверх, стопы параллельно полу, руки вверх держите и начинаете вибрационные движения кистями и ногами. Такие потряхивания. Все упражнения делаются от двух до четырех минут. Можно, конечно, с периодами. Следующее упражнение – смыкание стоп и ладоней. Вы соединяете ладони и стопы. И начинаете сначала пальчики. Напрягаете, прижимаете, не отпуская. Прижимаете пальчики. Прижали, чуть ослабили. Прижали, ослабили. Следующее упражнение – вы сжимаете ладошки. Сжали, расслабили. Сжали, расслабили. Вы активируете определенные энергетические центры, которые находятся в центре ладоней и на стопе. Смыкание стоп и ладоней вы можете чередовать с любыми другими упражнениями, если вы устали. Вы в этой позе можете просто отдыхать. Друзья, помните, что вы человек. И ваши возможности безграничны. Вам просто не хватает энергии. И теперь вы знаете, где ее взять. С вами была Татьяна. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!